Русский рэп Этот дуэт вы можете знать по треку Эвиана, который на различных платформах собрал миллионы прослушиваний. Причем миллионы это не фигура речи. Если послушать этот трек, то можно легко сделать вывод, что успех ему был обеспечен. Это теплый дэнс-холл, посвященный любви. Парни на самом деле ловко уловили формулы хита, ведь подобные треки штурмуют топы наших чартов вот уже который год. Не хочется называть это кальян-рэпом. Тем не менее, именно наши самые известные кальянщики пользуются все теми же приемами и, что характерно, достигают успеха. Но артисты по типу Хамали и Наваи, пусть и очень талантливые, но все же не имеют в прошлом опыта настоящего подъездного андеграунда. А вот Айваз и Кумар, другое дело. Парни начинали свой путь в музыке 2-3 года назад с объединения Кариус. Это было самое настоящее андеграундное комьюнити, которое, правда, довольно быстро закончило свое существование. Причиной тому было желание Айваза и Кумара развиваться немного в другом векторе. Парней интересовал коммерческий звук, который, по мнению трушных исполнителей, не достоин того, чтобы называться рэпом. К слову, парни на этот счет имеют свое мнение. Они уверены, что подобное мнение в СНГ все же не распространено широко, так как иначе нашей индустрии просто не существовало бы. Все осталось бы на уровне подъездов. А вот цитата Кумара «Я люблю музыку. Все это творчество и повествование людей. Как это подано, абсолютно не имеет значения. Если это звучит круто и красиво, я буду это слушать. Ну а еще посоветую всем людям такого мнения поучиться считать деньги». Но давайте немного поговорим про самих Айваза и Кумара. Пока что парни только начинают свой путь. Их подробные биографии будут написаны в будущем. А пока что пользуемся тем, что имеем. Известно, что название дуэта состоит из двух ников, которые в свою очередь получились от фамилий Айвазян и Кумар. Да, одного из них действительно зовут Даниэль Кумар. Фамилия настоящая, ведь он наполовину индус. В объединение Кариус ходило три человека. Кумар, Айваз и Дьяволин. Как мы сказали выше, творческие разногласия привели к распаду объединения. Но зато Кумар и Айваз сошлись в дуэт на почве общих взглядов на музыку. Они хотели развиваться, добиваться успеха, в том числе денежного. Судя по всему, как раз денежный успех Кайвазу и Кумару пришел довольно скоро. По крайней мере, новое творчество дуэта точно стало коммерческим, в хорошем смысле. Тут тебе и классные биты, и разнообразные стили, и интересный флоу. В общем, все составляющие удачных бенгеров. Все это можно было услышать на альбоме 2021 года, альбом номер один. Ну а трек «День сурка», который появился на свет в 2022 году, показывает, насколько быстро и сильно прогрессируют артисты. По словам музыкантов, после треков «День сурка» и, безусловно, хитового «Эвиана», они приняли решение довольно сильно изменить свою музыку. Сегодня многие музыканты пропагандируют узость жанра. Например, тот же Кизару против того, чтобы рэп становился не рэпом, совмещая в себе элементы попсы или еще чего-либо. Айваз и Кумар, очевидно, в этом вопросе не согласились бы с Олегом, ведь сегодня в своем творчестве они миксуют все, что им нравится, и у них получается свой, уникальный стиль. Послушайте хотя бы трек «Money Cup Cup». Парни уверяют, что за долгие месяцы экспериментов им удалось вывести формулу своего жанра. Это смесь лирики с подачей и битами абсолютно разных стилей по типу джерси, хип-хопа и даже дрила. К слову, все это можно услышать на их альбоме «Выше», который вышел в эту пятницу. Все шло к тому, что этот релиз выведет парней на неплохие цифры по прослушиванию, ведь там заготовлены не только бенгеры, но еще и громкие фиты, например, с Миллиана Воидом и Рамзесом. Собственно, так и произошло. Релиз действительно получился разрывным. По словам парней, коннект с этими звездами наладил их менеджер, который предложил парням гостевые куплеты на альбоме «Выше». Те согласились. К слову, у Кумара в скором времени выйдет сольный альбом, который обещает развить подход дуэта дальше. По словам артистов, их не смущает, что время стилей по типу «Дрила» и «Джерси» по чуть-чуть уходит. Они стараются брать лучшее в этих жанрах и интегрировать их элементы в своем творчестве так, чтобы получались хиты. Что ж, будет интересно посмотреть. К слову, по поводу новой цензуры в русском рэпе. Парней это не смущает, так как в их музыке каких-либо жестких и запретных тем нет. Но это происходит не потому, что им нечего рассказать в таком роде. Просто их интересуют другие темы. Так или иначе, те, кто сейчас чистят свою музыку и подстраиваются под изменения, они не осуждают, а наоборот поддерживают. С тем же Скалем и Лану у них налажен довольно позитивный коннект. Ну и напоследок скажем о тех артистах, которыми вдохновляется дуэт. Мнения Айваза по этому вопросу мы не знаем. Но Кумар уверяет, что он всегда вдохновлялся Майклом Джексоном. А именно его умением делать культовым любое свое изобретение. От музыки до лунной походки. Также Кумар часто черпал идеи у группы LMV. Их он считает создателями самого запоминающегося образа в поп-музыке. Но что касается российской музыки, то тут Кумар отмечает влияние объединения Закат 99.1. По его словам, парни из Заката никогда не боялись экспериментировать. А на сегодня у нас все. Пишите в комментарии, как вам музыка Айваза и Кумара. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!